Всем привет! Итак, по многочисленным просьбам для русскоговорящей аудитории расскажу на русском, что такое кубик, зачем он нужен, с чем его едят. Значит, идея принадлежит моему гениальному другу. Вместе с сыном Илья Осипов придумал концепт кубика Рубика, у которого вместо всех граней экраны. Вот такой девайс, выглядит как кубик Рубика 2х2, состоит из 8 совершенно независимых компьютеров. То есть каждый вот этот модуль, если я их расцеплю, продолжит работать отдельно, каждый имеет свой микропроцессор, батарейку, материнскую плату и так далее. Тем не менее, они все друг с другом общаются, и вот эта сама гениальность была в создании операционной системы, которая совершенно приоритарная собственная наша операционная система, которая поддерживает целостность всех этих устройств, позволяя объектам буквально переходить с одного экрана на другой. То есть физически меняя геометрию экрана, ты управляешь виртуальными объектами. Это основная такая, основная концепция, почему это фан, и почему это очень клево держать в руках и пробовать этим пользоваться. Каждая иконка, которую здесь вы видите, это игра или приложение. У нас есть, на самом деле сейчас здесь загружено порядка 10 или 12 разных приложений. Есть для смартфона приложение, там можно скачать еще, посмотреть лидерборды, пообщаться с друзьями, скачать другие игры, другие приложения и так далее, и так далее. В общем, в принципе, то же самое взаимодействие, как с Apple Watch. Отдельное приложение для смартфона. Итак, покажу на примере нескольких игр, самых простых. Например, игра, которая называется «Бабочки». Одна из самых первых игр, которые придумали для Куба. Вот я ее сейчас загружаю. Есть аркадные игры, есть головоломки, есть стратегические, есть кроссворды и так далее, и так далее. Итак, игра похожа на Кубик Рубика, только Кубик Рубика всегда очень сложный. Самый последний уровень. Здесь начинаем с одной бабочки. Вот половинка, вот половинка. Нужно найти эти половинки и собрать вместе. Но, естественно, первый уровень очень простой. Раз, собрал, бабочка ожила. Видно, сколько ходов сделано, статистика, очки и так далее, и так далее. Лидерборд. Поворачиваем. Уже две бабочки. Две бабочки одновременно собрать чуть-чуть более сложно. Тем не менее, возможно. И так далее, и так далее до бесконечности. Разобрал, оп, одна ожила. Ну, теперь надо вот этот собрать. Если Кубик потрясти, он выходит в главное меню. Это был концепт игры головоломки. Покажу концепт игры более такой аркадный. Например, вот, всем известный партнер. Вот, пожалуйста, узнаваемый, да? Управляем пакманом наклонами, поворотами, стрясками. Но в отличие от классического пакмана, когда надо просто только убегать от привидений, в нашем пакмане, если привидение тебя преследует, можно физически привидение поставить в другую плоскость. То есть, нужно постоянно со всех сторон на Кубик смотреть, постоянно двигаться, даже если это аркадная игра, все равно надо постоянно со всех сторон его обозревать. И в руках дверь. Это развивает мелкую моторику. И вот мы пришли к основной идее. Зачем он нужен? Ну, во-первых, это прикольно. Это очень прикольно. Он такой, это надо чувствовать. Он, так сказать, займый, щелкает так здорово, светится. Это все понятно. Но устройство для игр. Прежде всего для игр. Современные дети играют в смартфоны, в планшеты. У них одна проблема. Они смотрят в плоский экран постоянно, расстояние до глаз небольшое. И отсюда близорукость и прочее, прочее. К тому же это просто для прикола. Здесь идея, что Кубер спроектирован так, что невозможно смотреть на него вот так. Ничего не поймешь. Нужно со всех сторон держать на вытянутых руках, на расстоянии вытянутой руки. И постоянно думать в трех измерениях. Постоянно решать небольшую головоломочку. Так что это одновременно и развивающая, и в то же время интересная и яркая штуковина. Но устройство не только для игр. Если, например, мы говорим о консолях или смартфонах, поиграл, отложил, оно лежит тихонько, то наш Куб... В комплекте идет зарядная станция. Когда ты не играешь, Куб можно положить, поставить на зарядную станцию. Вот таким вот образом. Он стоит рядом с компьютером и показывает информацию, какую хочешь. То есть есть 24 экрана. Естественно, отформа открытая. Вот, пожалуйста, здесь фотографии из Инстаграма. И он как фоторамка будет использоваться. Там, не знаю, сток Теслы. Это температура, погода в Лос-Анджелесе. Все, что угодно. Устройство можно подключить к своему Facebook или другим социальным сетям. То есть вот такие виджеты. Кроме того, можно использовать как элемент декора. Ну, например, поставить... У нас есть приложение, как ночная лампа. Ночная лавовая лампа. Вот, пожалуйста, такие круги. Пятна кляксы, как их назвать еще, постоянно движутся. Мылышку можно включить релаксирующую. Да, в устройстве есть динамики. Их 8 штук в каждом модуле. Как я сказал, модули независимые. Там 8 штук динамиков. Так что звук у него есть. Есть концепт-приложение, называющее цифровое аквариум. Это такое, как томогочи. Рыбка живет внутри. Можно тапом ее кормить. Если ребенок боится спать в темноте, вот такой цифровой аквариум рядом с ним можно поставить. На Новый год там можно, чтобы олени бегали, снег шел, домик заснеженный и так далее, и так далее. Это такое дополнительное использование. На самом деле, кроме идеи с виджетами и играми, есть еще несколько вертикалей. И для здоровья, для медицинских назначений, и даже для использования его как музыкальный инструмент или контроллер для консоли. Но это все дело не первой важности. Прежде всего, сейчас мы сфокусированы, конечно же, на играх. Мы сделали SDK, софтвердный эмулятор. То есть, любой человек может скачать приложение WowCube себе на компьютер. И фишка в том, что игры и приложения, не зная, где они запущены, на кубике или на виртуальной машине. То есть, можно посмотреть, как это работает, поиграть и, естественно, написать свое что-то. В этом заключается основная идея. То есть, это платформа. Писать для нее можно свои приложения и в нашу сторону выкладывать. Со временем мы надеемся, что появится, конечно, больше разработчиков, которые будут писать под эту платформу. Игр много. Игр сейчас есть 10 уже готовых. И примерно 15 в процессе. Хаканоид. Букашка антропинки. Очень интересная игра. Сейчас покажу кратенько. Букашку антропинки. Леди Баг. Божья коровка. Это такой Тетрис наоборот. То есть, у вас есть букашка. Она начинает свое движение по дорожке. Постоянным ускорением. Все быстрее и быстрее. Ваша задача строить ей дорогу. Она сейчас здесь не сможет пройти. Вот мне нужно раз поставить. То есть, букашка будет собирать все вот эти артефакты. Так, сюда она пойдет. Вот здесь вот тупик. Окей, надо сюда что-то поставить. И я вот, соответственно, буду поставить. Игра еще, конечно, сыровата. Но идея, я думаю, ясна. Тоже очень интересная игра. Называется Bon Bon. Или Wow Sweets. Ну, вообще, если интересные игры, то игры можно посмотреть достаточно большое количество. Просто отдельными роликами на YouTube. Мы их уже навыкладывали. Здесь то, что называется инмерционный интерфейс. В какую сторону поворачиваете. Конфетка с одной перетекает на другую. Одинаковые конфетки складываются. Раз. Вот у нас новая появилась. Теперь мне нужно сделать еще одну такую же. Еще одну такую же. Такой же леденец. И если я это сделал, теперь я поворачиваю, складываю эти два. Появляется что-то новое. Вот печенька. Здесь внизу у нас есть прогресс бар. Вот надо собрать все. На самом деле это не так просто. Это игра на основе 20-48. 2 плюс 2. 4 плюс 4. 8 плюс 8. 16 плюс 16. 32 плюс 32. 64 плюс 64. И так далее, и так далее, и так далее. При каждом повороте появляется новое. Если ничего сложить не получается, все заняты, то проиграл. Одна из самых первых игр на кубе это Steam Pipes. Трубы. Одна из моих любимых, кстати. Вот появляется некий лабиринт из труб. Трехмерный. И у нас тут пар выходит. Надо сделать так, чтобы система была закольцована. То есть найти все вот эти вот элементы и поставить на вот эти пустые места. Таким образом, ну вот, например, уже вот сюда два надо. Так, берем вот этот. Так. Оп. Вот. Вот она уже. Петля почти завершена. Нет, последний надо. Вот он. Так. И вот раз. Все. Закольцовано. Сколько ходов я сделал. Очки. И так далее, и так далее. Поворачиваем еще раз. Следующий уровень чуть более сложный. Вот такая упаковочка. Кубик сюда попадется. Когда первый раз вытаскиваете, он оживает. Салфеточка. Зарядная станция. Если какие вопросы, можно писать, спрашивать. Вроде все рассказывал. Рецепт. Продолжение следует...